34 дошел до берлина ну да но не сразу сначала война затянулась также точно гитлеровская германия не смогла быстро молниеносное захватить советский союз и вы затянули войну на вашу на вашу думку да ну как бы да ну да и у нас по факту долгая война идет нато хотела нас быстро победить помощью вас а мы в долгу играем а такие гитлеровцы думали что они в долгую а их там англосакцы америка такие рассказы гитлеровских геббельсов нам не новые вы уже повторяете эту мелодию в эту дудочку вы играете уже также точно как геббельсы когда-то играли только гитлеровские геббельсы а сейчас ваши геббельсы вам рассказывать что вы в долгу играете что-то хорошо затянуть войну так это ваши рассказывают вашингтон пост таймс говорят что мы в долгу играем надо вы не слышали ваших у вас толкнуть на контрнаступ быстрее вас потолкнуть а вы не хотите почему-то а это наше дело вы боитесь контрнаступление мы готовы к нему как в харькове как в харьковской области бежали бросая технику двухсотых трехсотых готов готовы так вот бежать готов молодцы если как в харьковской области великолепно но вы же не пойдете на белгород курск белгород уже бомбят ваши бомбардировщики я имею ввиду контрнаступ откуда вы знаете ну а зачем вам на курс белгород идти ну как чтобы уничтожить что отвлекающий удар освобождение ну чтобы предотвратить а чего отвлекающий а чего а ну как чтобы ваши вооруженные силы кинуть защищать курске белгород а чего отвлекающий от востока украины донбасса конечно от артемовской точно а там где вы обосрались и увязли может на юг в городских боях можно и уходить мы везде вас будем уничтожить и деда понятно понятно чтобы вы больше белгород не бомбили чтобы освободить мирных жителей белгорода от авиационных бомбардировок авиационными 500 килограммовыми бомбами ну это который к вам не попали ну да вам повезло вам повезло ну вот чтобы этого больше не было белгород надо конечно освобождать ну надо конечно ну бойтесь чего бояться чего бояться товарищ товарищ хода боевых действий ах да вот вы с контрнаступом и вместе с сша всех запутали специально там утечку организовали секретных документов вы думаете мы ничего не знаем да ну конечно без утечки с секретных документов разве вы что-то знали с вашей с вашими этими петровыми башировыми великими разведчиками ну да это да понятно дело шпили вилли они занимались они разведкой конечно чтобы вы делали без помощи утечки документов разве вы что-то узнали а может там дезинформация а может вот а может у вас разведка разложена мы же знаем об этом знаете а где была ваша разведка когда пошло контрнаступление в харьковской области тяжелый да интересный такой вопрос где разведка хорош почему разведка ваша проморгала наступление в харьковской области нет нет смотрите нет нет смотрите на что смотреть на освобождение харьковской области на успех великий успех российской разведки вы не даетесь сказать да ну так вы не вы же зависли когда мы зашли с харьков ваших там не было ну боев не было в харькове в харьковской области не было боев и больны не когда мы заходим не было боев они сами взорвались тигры танки сами по еще раз колонны российской техники сами сожглись боев же не было я забыл вы мне это харьковчанину расскажите что не было боев вы считаете вот локальный бой это бои там по харьковской области до войны харьковской области с уничтожением локальный будет на а локальный а вы знаете что он локальный был салтовка да где ваши покрошили а тигры покрошили школу зачем на улице шевченко ваши прятались за деревьями их покрошили все это очень умная мысль оказывается то что ваши войска попадали в засады это же все салтовка салтовка улица шевченко где ваши гаврики заняли школу вот на улице шевченко колонна бронеавтомобили тигр вот почти в харьков зашли да не почти а в сам харьков заходили вот я тебе говорю мы зашли туда маленьким корпусом маленьким потом как были уничтожены нет они были уничтожены потом когда стамбуле с вами договорились отошли чернигово сум под киева с харькова тоже надо было отходить не было возможности держать вот эту территорию а уничтожались колонны вашей техники уничтожались колонны вашей техники подошла западная помощь вы затянули войну да и надо было бежать из харьковской области выровнять фронт выровнять фронт и немцы же рассказывали геббельс гитлеровский не путинские геббельс а гитлеровский тоже рассказывал что это оказывается германия выравнивает линию фронта это известная письма уровняли тоже тоже равняли сорок четвертом году равняли линию фронта и в сорок пятом как удачно равняли линию фронта и сорок третьем равняли линию фронта не гитлеровские войска как и вы мы сейчас стоим на нашей линии фронта какая умная мысль вот таких гитлеров состояли на гитлеровской линии фронта вот и мы стоим и вы стоите как гитлеровцы да ну и было потом наступление и будет наше наступление вы выставить так у нас ждали контрнаступ ждем ждите ну сейчас об этом рано говорить тогда поулыбайтесь когда высохнет у вас дождишь так все уже вызову а в харьковской области нет дождей я забыл вам виднее уже высохла все ну да да я верю я вчера под зонтиком ходил все же высохло вам виднее я же не спорю а вот сколько дней надо чтобы просохнуть а это будет от погоды зависеть ну вам виднее вы лучше знаете да ну смотри вы ходили в харькове а там контрнаступа не будет а в донецкой области сухо все вы же опять лучше все знаете я забыл что вы не только можете как бы знать попробовать почву в харьковской области вы хотите и в донецкой области под на донецкую хотите напасть на донецкую вы нападаете на донецкую нет вы сказали что сейчас в донецке просохнет и вы туда с харькова пойдете не только в донецкой области везде должны просохнуть чтобы вы не ожидали где будет удар ну как тогда есть все харьков сегодня например не просохнет и что в херсоне херсон уже освобожден от ваших войск там россия объявила что она навсегда а у запорожье запорожье а вы запорожье тоже освободили тоже контролирует российские войска запорожье а куда тогда вы контрнаступ будете делать а мы везде будем делать так что вы не знали где это будет и вы тогда по посмеетесь это же такая же игра как харьков и херсон ожидали пос освобождение херсона а пошла контрнаступление в харьковской области а у вас есть ваша разведка это профукала великая российская разведка а вот и потом в конце концов и харьковская область была освобождена а потом уже был и херсон освобожден а у вас есть такой пресс-секретарь маляр да но это вы молитесь на него на нее она анна маляр вы молитесь на нее а зачем вы на него я знаю что женщина знаете вы не знающие очень вы не знали да ну дальше 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 хорошо потом догадались ладно да не с того не сего вдруг раз и догадался вот она сказала что оказывается контрнаступ у вас уже идет везде постоянно ну а что вы можете этому противопоставить ничего не могу я просто ваши мысли когда вы говорите вы узнаете где мы там контур наступаем я спрашивал где вы узнаете да маляр сказала везде наступает вот вот значит везде вот я и узнал ну вот видите а вы скрывали абсолютно нет замечательная у вас улыбка у вас какое образование какой вуз закончили вуз вызов и а что это вот видите не знаете не знаю а вы какой харьков сначала учился харьковская высшая радиоэлектроники а потом человека вот просто просто аббревиатуру харьковский институт радиоэлектроники хире харьковский и тут радио эр радиоэлектроники хире а я вас и а как это расшифровывается Так, Всероссийский Заводженный Финансово-экономический институт Фантастика Жалко, что не инженер В технической области Хороший институт Много сегодня выпили с утра? Нас учили высшей математике А что такое логарифмическая функция? Вот там Высший математик Вот там что-то показывали нам Что такое логарифмическая функция? Вам что-то показывали Это средняя школа Согласен Что согласен, с чем? Что нам показывали И мы не понимали этого Я согласен Ну я вижу, что вы не понимаете Ну ладно, на этом понятно все Ну да, понятно Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok